Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Константинова Ольга Ивановна, заведующая библиотекой Дома офицеров Каспийской флотилии. Приглашаю вас на литературную гостиную «Чарубина де Габриак». 12 апреля – 135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Васильевой, русской поэтессы. 12 апреля исполняется 135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Дмитриевой, в замужестве – Васильевой, литературный псевдоним «Чарубина де Габриак». Русская поэтесса Серебряного века, драматург, переводчица Васильева Елизавета Ивановна, родилась 31 марта 1887-го в Петербурге в небогатой дворянской семье Дмитриевых. Отец, учитель средней школы, рано скончался от туберкулеза. С 7 до 16 лет страдала тем же недугом, была прикована к постели, на всю жизнь осталась хромой. В 1904-м золотой медалью закончила Василия Островскую гимназию, в 1908-м Императорский женский педагогический институт по двум специальностям – средневековая история и французская средневековая литература. Одновременно слушала лекции в Петербургском университете по испанской литературе и старофранцузскому языку, после чего непродолжительное время училась в Сарбоне, где познакомилась с Гумилевым. По возвращении в Петербург преподавала русскую словесность в Петровской женской гимназии. Печатала в теософских журналах переводы из испанской поэзии, посещала вечера на башне Вячеслава Иванова, где завязалась ее близкая дружба с Волошиным. Лето 1909 года Дмитриеву провела в Коктебеле, на даче у Волошина, где родилась совместная идея литературной мистификации. Был придуман звучный псевдоним и литературная маска таинственной красавицы-католички. С 1909-го стихи Черубины де Габриак печатаются в журнале «Аполлон», и ее успех головкружительен и несомненен. Ее творчество получает высокую оценку Анинского и Вячеслава Иванова. Разоблачение Черубина состоялось в конце 1909-го. Правду узнал Кузьмин, узнавший номер телефона Дмитриевой. Таким образом, в конце 1910-го в «Аполлоне» появилась еще одна подборка стихов Черубины с заключительным стихотворением встречи, подписанным подлинным именем поэтессы. Разоблачение обернулось для Дмитриевой тяжелейшим творческим кризисом. После разрыва с Гумилевым и Волошиным и скандальной дуэли между двумя поэтами, Дмитриева надолго замолчала. В 1911-м она вышла замуж за инженера-миллиоратора Всеволода Николаевича Васильева и приняла его фамилию. После замужества уезжает с ним в Туркестан, много путешествует, в том числе в Германию, Швейцарию, Финляндию, Грузию. В основном по делам антропософского общества. Антропософия становится главным ее занятием на все последующие годы и, видимо, источником нового вдохновления. С 1915-го возвращается к поэзии. В новых стихотворениях понемногу исчезает ее прежняя эмалевая гладкостилия. А на смену приходят обостренные чувства ритма, оригинальные образы, ощущения некой таинственности, но несомненной духовной основы новых образов и интонаций. Многие стихотворения – религиозные, но уже не католические стилизации, а искренние стихи, отражающие поиск пути для собственной души поэта. В 1921-м поэтессу вместе с мужем арестовывают и высылают из Петрограда. Она оказывается в Екатеринодаре, где руководит объединением молодых поэтов и знакомится с Самуилом Маршаком. Совместно с ним она работает над детскими пьесами. В июне 1922-го возвращается в Петроград. Работает в литературной части Петроградского театра юного зрителя. Занимается переводами с испанского и старофранцузского. Пишет повесть для детей о Миклуха Маклае «Человек с луной». Оставив работу в Тюзе, она заканчивает библиотечные курсы и служит в библиотеке Академии наук. С 1926-го начинаются репрессии по отношению к русским антропософам. И год спустя в доме Дмитриевой производится обыск, во время которого забирают все ее книги и архив, а саму поэтессу высылают в Ташкент на три года. В ссылке она продолжает писать стихи, постоянными темами которых становятся мистические переживания, одиночество, любовь, обреченность, тоска по родному Петербургу. В 1927-м по предложению близкого друга последних лет, китаиста и переводчика Щуцкого создает еще одну литературную мистификацию, цикл «Семестишей. Домик под грушевым деревом», написанных от имени философа Лисянцы, сосланному на чужбину за веру в бессмертие человеческого духа. Скончалась от рака печени в Ташкентской больнице имени Полторацкого, не дожив до конца ссылки. Могила Елизаветы Дмитриевой утеряна. Исповедь. В быстро сдернутых перчатках сохранился оттиск рук. Черный креп в негибких складках очертил на плитых круг. В тихой мгле исповедален робкий шепот чья-то речь. Строгий профиль мой печален от лучей дрожащих свеч. Я смотрю игру мерцаний, подчекану темных бронз, и не слышу увещаний, что мне шепчет старый ксенц. Поправляя гребень в косах, я слежу мои мечты. Все грехи в его вопросах так наивны и просты. Ад теряет обаяние, жизнь становится тиха, но как сладостно сознание первородного греха.